Об образе в архитектуре, об образе безобразном и так далее. Образ это то, ну если очень упрощенно говорить, конечно, да, то это то, что мы думаем, глядя на это здание. Что мы думаем, глядя на это здание? Какой образ у этого здания? Как вы думаете, что в нем находится? Что это? Магазин? Нет. Жилой дом? Явно нет. Видно, да? По его образу, по его обличию. Что это? Вот это вот, смотрите, такая вот странная, косая немножко промышленная архитектура. Ну, а для меня лично это образ какого-то сухого производственного здания, заводского, фабричного. Офис тоже нет, он очень нечеловечный, согласитесь, да? Вот образ. А теперь смотрим, что это, да? И читаем. Городской перенадальный центр. Мать и дитя называется, да, условно говоря. Это роддом, по сути дела. Ну, а если серьезно, то это вообще-то то место, где жизнь зарождается. Детство, материнство и так далее. Теперь скажите, вот во всех этих вот формах детства и материнства вы вообще чувствуете? Вот эта нежность, вот эта вот забота, медицина. Все, что связано у нас вообще с ребенком, с рождением. Ну, вот вся философия, которая заложена в деторождении. Вот вы видите, вот в этом, о, сейчас я вспомнил точный образ, который у меня навевает это здание. Да простят меня архитекторы. Что-то от концлагерного барака. Вот у меня вот все вот в этом видится. Это какие-то казармы, это какие-то бараки, это какая-то канцелярщина, короче говоря. Разве я не прав? Можно ли сказать, что это перинатальный центр? Ну, может быть, по такому сухому названию канцелярскому еще это не так заметно. Но если сказать, что это место рождения человека современного, даже современного, я очень сомневаюсь. Ну, что это? Архнадзор, да? Слово образ, я уже говорил, это то, что что-то образует. То, что не имеет образа, не имеет образа, то есть без образа. Это безобразно. Безобразие. Вот глядя на этот дом, который у меня здесь за спиной, ну, никто не скажет, что это тюрьма, что это роддом, что это больница. Все скажут, что это несчастный, больной, но жилой дом, да? Все знают, что это жилой дом. Даже вот тот, который вот там сзади. И даже вот тот многоэтажный. Все равно он имеет образ жилья. Современного, но жилья. А вот это образ какого-то общественного здания, да? Понятно. Это гостиница, бог с ней. Курятник такой, где на насестах сидят огромные клетки, в которых живут люди, из которых надо выжимать деньги. Вот. Вот присутственное здание, сразу понятно, да? Вот тоже нет претензий. У этого здания есть образ. Это городское административное здание. Понятно. У меня, может быть, по деталям есть какие-то вопросы и сомнения. Но понятно. Ну, про этот дом тоже понятно, да? А вот теперь снова возвращаемся к этому. Итак, вспоминаем. Итак, что это за здание и какой у него образ? У нас игры, игры дизайнеров, игры каких-то странных архитекторов, формы, в кубики, в косые какие-то прямоугольники, не прямоугольники, косоугольники и так далее. Да, но это дом, где зарождается жизнь. И вот она такая и зарождается, в каком месте она находится. Вот мы ее в какое место поселили. Вот в этом доме рождались одни люди, а в этом теперь рождаются люди другие. Вот она роль архитектуры. Вот понятие образа в архитектуре. По-моему, все очень просто, да? До свидания.